Всем доброго вечера, мы в гостях у Анатолия. Я когда в Суму приезжаю, всегда Толя, это у меня база, где можно переночевать. Вот этот тот, который. Понял, понял. Цивин, да? Да. Я прошу прощения, попытался ему на этот сезон дать вот такую санку. Да, он уже такой старый Григорь. Ну, поймай его, пожалуйста. Я его так пощупаю. В воду залез, в воду купался. Ну, это, конечно, голубь. Так, куда выйдешь, чтобы пока. Так, так. Хотя бы так, трошки. Сейчас я на него посмотрю, как на... Ага, ага. Да, ты видишь, видно, что он старый. Он старый-старый, но уже... Да, ты знаешь, вот как раз... Два года не плодит. Вот как раз по этим голубям у меня были голуби. Почему? Именно черно-конопаты. Ну, вот они рождались всегда черными, понял? Да, да, да. А потом шла вот эта конопатость, видишь? И он ты ее в руки не берешь. Видишь, ему как плохо все это дается. Ах ты мой красавец, ах ты мой красавец. Как бы с под тебя взять что-нибудь, а? Ты очень старый, ты очень старый. Ну, ты знаешь, я хочу... Камера... А, камера... А, ну-ка, подожди, камера не работает. Стой. Ну-ка, 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 что-то... Ну, глядь, я ее в клетку порвал, он залез в тарелку с водой. Значит, смотрите, я приехал к... К одному голубеводу города Сум, у которого есть голуби очень старые. Гвоздецкого, Гвоздецкого. Он мне... Я его просил года... Четыре назад, да? Четыре года назад просил, дай мне этого голуба. Но он не давал, потому что... Ну, он ему был дорог. Сейчас этот голубь уже не плодит, два года. Но это голубь старых кровей, старых кровей, старых сумских кровей. Я их знал, я эту кровь знал, почему? Потому что у меня были такие голуби. Они очень хорошо летали. Я его сейчас беру уже, можно сказать, бесплодного, бесплодного старого голуба. Ну, дай бог, возможно, он у меня что-нибудь... Всем и под богом, все может быть. Да, да, да. Я однажды у Григора такого брал, ты понимаешь? И он мне дал одну голубку. Дай бог, может, и он мне что-нибудь даст. Когда переход, ну, какой-то стресс и все такое прочее, ты понимаешь? Это очень хорошо. Не, он так вот красивый. Я его на улицу не пускаю. Потому как, ну, жалко. Ну, и пусть доживает. Понял. Да, пусть доживает. Он заслужил это. Он заслужил, он заслужил. Но я его возьму, потому что я очень люблю старые кровя. Ну, может, может что-нибудь. Я блондина так брал, у Григора брал, старых голубей. Ну, может что-нибудь. А может, а может, а может. Я не помню, когда ты был тогда, были вот это, вот это, вот это, вот это, вот, как говоришь, донецкий парень. Вот это его. Вот это самец его. Дети все, вот, что по этим, что по этим дети, все безбашенные. Ну, да, там не видно, что они похожи. А вот это, в конотопе, там он был, типа, ловленый у них. И на виду он... По конопатам получился белый, да? А, ну, у него он, видно, клюв и цвет глаз, да, да. Ну, голова такая, да. Голова еще тех голубей. Ну, а расскажи за курсаков. Сейчас вот модные курсаки стали. Расскажи вообще за курсаков. Потому что в Украине очень мало курсаков. Ну, вот я люблю. У меня их, ну, много. Парь-10 было, это точно курсаков. Вот это такие у меня курсаки. Вроде бы они как по старым, да? Да, да, да. На вид. Ну, не знаю, как они там налетят. Вот этого голуба у меня уже здесь по 5 часов вылетывал. Ну, не опустился с неба. Это его один сын остался. А что Чуб? А что Чуб как дадал? Чуб, получился Чубатый. Даже... А откуда у тебя эти кромя как бы идут? Это все, 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 все. Уже я, да, напомню, сколько лет я занимаюсь. И вот они у меня ведутся, ведутся. Они у тебя кружеские или стойкие? Тойкие, эти, бескружные. Бескружные, да? Курские, бескружные. А откуда вообще, ну, начинал? Начинал, ну, это еще где-то так, чтобы не соврать, где-то 83-4, в этих годах я у Ростика взял. Пару взял у Ростика. А Ростика тогда ловил, да? Ну, мы тогда были, Ростик держал, Мизик держал, Дядя Костя пока не держал, держал и Пурских. Ну, тогда я взял Ростика и заболел. Этой мастью я заболел, Этой породой я заболел. Она как королева, ты понимаешь? Она как королева, очень интересная, да? Ага. Как королева. Даже косматые выходят. Ну, а вот, а как они у тебя летали, как бы, результаты, какие показывали? Полет какой? Полет бескружный. Ага. В пределах полтора-два часа. Ага. Ну, чтобы добиться результата подольше, надо... Дольше гонять? Нет, бой регулярно гонять. Понятно. А если от случая к случаю гон, то долго не в кого, и если кто-то будет рассказывать, никому не верьте. От случая к случаю ни у кого не полетят долго. Полетят, да, но долго ни у кого. Для того, чтобы долго летали, надо заниматься, тренироваться. Ну, предпочтение. Вот каким-то своим голубям. Самых летчиков. Вот возьми самого летчика такого. Вот эта пара у меня есть. Ага. Такие курские. Ну, они от курской голубки. Агбаши. Вот в этом называют такие голубей, знаешь, как в Туркмении? Агбаши. Ну, я их называю лысые. Ага. А там Агбаши. Как говорят, дело спора. Я их вообще не гоняю. Вся завтра нормальная погода. Я бросил и уходят в точку. Агбаши. А вот, а они вообще. По каким голубям? Это я их сам, ну, так получилось. Покойный Гвоздецкий дал мне чертного рябовоста голуб. Он спорвался с курской самкой. И получились все такие. И они настолько мне понравились. Они бескружно летят, красиво, долго. Значит, там есть кровя Гвоздя, да? Да, 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 да. Ну, а что, что я тебе говорю? Что у тебя по-гвоздецким осталось? А ты мне только конопатом, конопатом. А кажется, у тебя их машины. Да, это уже по его голубу и моей самке. И вот получаются вот такие они. Понятно. И есть, ну, не там, на этом я голуба отдал, его, уже будем считать так, есть один сын. Ну, так, он его, я его с Артемовска привозил, красного Белофоста, и от него есть красный, чуть-чуть помазанный голуб. Толя, я понял. А ну-ка поймай мне этого Ахбаша, который я хочу его пощупать. Просто для себя. Вот это, ребята, голуби по масти, по масти, такие раньше были 90% голубей в Украине летных. Вот это летные были, именно как вот эти Ахбаши. Ахбаши это такой термин, термин, термин азербайджанцев. Ахбаши это значит очень плохая масть. Очень плохая масть. Она и у нас не очень ценилась, понимаете? Но летные голуби именно были вот такие. Как правило, они были как курсак, только белохвостые, понимаете? Вот с таким кубром все. Вот это были летные голуби Советского Союза. Правильно я говорю или нет? Да, да, голуби летные. За это я могу, ну, вручаюсь. Да. Что это летные, я их... Ты понимаешь, Толя, я это знаю, как бы, ну, очень-очень-очень, потому что я все это прожил. А вот этот, он красивенный, но оно никогда не полетит. Это никогда не полетит. А этот летел, этот мой. Вот я хотел, но он не хочет, даже порваться мои не хотят почему-то. У него очень хорошая конституция по лунным костям. Ну, что я могу сказать? Это считается, как метис двух разных кровей. Да. У слияния двух корот. Красиво летят первое поколение. А уже метис с метисом летают. Но уже нет компота. Так, так, так. Вот прошлый год, получил я, ну, 18-й год, в прошлый год, вот этого голуба, я одного самца оставил, себе самку отдал. Ну, он еще тут однима крыла, у него не целыненький. А ну-ка, дай-ка я его. А теперь вот я его посмотрю. Он уже летит немножко не так. Ну, вот и конституция посмотрит. Уже не то. Уже не то пальто. Уже не то пальто. Ага, ага. Ну, по конституции он практически, он взял конституцию. Конституцию лунных костей взял. Может, я его не успел. Да, может, ты его еще не успел. Потенциал, знаешь, вот говорят, надо голуба потенциал рассмотреть. Да, до меня он поздненький выжил. И я его еще не... Потенциал его не рассмотрел. Ну, я его оставил. Вот есть одна самка... Правильно. Он взял, он взял то, что есть, как бы... Есть одна такая самка еще бесплатная. Я хочу, если все нормально, я хочу этой снимке... Я помню еще тогда, в те времена... О, это, видишь, и перо широкое такое классное. Вот это я люблю ширину пера, усумские. Вот и сейчас, ну, просто завтра не хочу, что тут я их не выпускаю. Тут еще снеж на крыше. А так приезжали домой ребята, подбрасываю и пошла. Да я помню, ты тогда их еще хвалил, потому что это Агбаши. Агбаши-то, значит, ну, очень неценные голуби, но не очень летные, понимаешь? Вот это для меня что такое Агбаш. Это как бы, ну, как джебер по-нашему, понимаешь? Ну, это летчик. А ну, я с чердака снял вот эту самочку, туда, с крыши. Так. Ну, что ты про ней скажешь? Давай, давай. Сейчас. На вид она очень красивая. На вид красивая. Сейчас я ее посмотрю. Красивый глаз. Красивый клев. Ох, и... Ага, ты смотри, у нее какое-то самое. Зачем. Молодец. Хорошая девочка. Сейчас я ее посмотрю хорошо. Для голубки... Голубка где-то на 4 с плюсом. Больше на 5. Больше на 5. Это очень хорошая голубка. По всем характеристикам, по лунным костям, по цвету глаз, по зрачку. А ну-ка, а ну-ка, возьми как камера. Сейчас я хорошо ее посмотрю. Ну, ах ты ж красавица. Классно. Ты знаешь, я вот так-то, да. А ты ее, как бы, это... Я еще чуть-чуть обратил на нее. Я осенью пытался же их это. И я посмотрел. Ешь, одного бросишь, он упал. Потом и будет летать. А это вот бросил свечой вверх. Такие голуби, такие голуби у вас были угрушки. Угрушки немножко темнее. Я знаю у ваших сомских голубей. Конопатые угрушки были очень классные. Есть, там на верху и темнее, и светлее. Ага, ага. Это очень хорошее. Ты понимаешь, у нее века. Века, века, этому века надо поставить глаз. Это раз. Второе, что... Ну, лунная... Ну, в общем, да. Ты ее как поймал. Классная голубка. Я хочу ее спорвать. Да, может, ты мне ее на полигон отдашь. Ясно, что за честь. Короче, Володя, так. Чтобы мы не были голословными. Да. Вот если я похвалил, а скажут... Не, я... А может, он дурак, там, может, он еще не понимает. Не, я не за то. Мне просто будет приятно, что кому-то понравилось еще то, чем я занимаюсь, и еще кому-то это нравится. Это хорошо. Мне будет приятно. Это хорошо. Мне есть... Мне кое-что есть. А кое-что это... Такой полетик торцовый. Вот она с этим голубом порвалась. Ага. А ну поймай, поймай-ка голубой. Голуба. Голуба поймай. Голуб по полдня летал жесткий. Да? Не жесткий притянул, а там летал по полдня. Ага. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Держи камеру. Так, смотрим голуба. Сумы вообще, ребята, славятся. Славятся хорошие птицы. Чем славятся? В них что-то есть такое очень породное. Ну, не то, что породное, но для меня. Для меня. Я вот их беру, сразу бросается клюв. Цвет глаз. Зрачок. Вы понимаете? Это голуби. А ну-ка. Крыло. Смотрим крыло. У сумачей немного есть острокрылость, но эта острокрылость им дана летными голубями. Летными голубями Советского Союза. Но все равно, все хорошо. Так, идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Хороший голубок. Это очень хорошая пара. Очень хорошая пара. Толин. Класс. Хороши. Хороши голубки. Я вижу, что ты идешь как бы так в том направлении, в котором, ну, ну, не можешь ты уйти далеко от сом. Конечно, вот эти бокаты там, это, конечно, я не знаю, что это. Да, ну, это, вот, я знаю, что это два года назад на выставке я взял ее. Ну, да, это как бы ты для души, да? Ну, красивая, ну, говно редкостное. Я всем говорил, вот это, ну, это, это харьковская порода. Они говорят, они летают, но это, они сбывают трубы. Я на них так говорю, что они сбывают трубы, эта порода. Ну, это моя девушка вышла такая у меня. Но она уже вот тут, вот это ее отец, а мать вот такая была точка, вот это ее сестра родная, чернобокая. Вот я, а такое я держу. Потому что оно немножко... Оно летает, ну, не до той массы, но я хочу, чтобы были чисто бокаты. Сейчас вот опять-таки. Как раньше был, да? Вот мне нашел я одного такого боката, более-менее подходящего. С полетом, да? Да, 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 более-менее. Ага, вот такой, такой, мягкий. Да, ну, это еще не этот, не... Да я понял. Не эталон. Ну, уже более-менее. Если хотя бы так будут летать, лететь я не буду. Ну, ну, как? Что ты по нем расскажешь? Что по нем? Это чужой голубь, мне с Бурыни ящик притянули. Их было три красных. Я их выпустил. Этот на четвертый день прилетел. А все остальные, кто на Лугу где-то сел, а этот прилетел. Я посмотрел. Полет красивенный. Детей не взял. Ну, не получилось. Откуда еще раз? С Бурыни, с Бурыни. А что это Бурыни? Есть районный сын такой. А ну поймай мне его, я его так гляну, хотя бы так, пощупаю. Один, 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 кто проходит. Я не пойму, где он тут, я в клетку не садил. Где он хвоста, тут вымазал. Ну, у меня тут дощ, уже весна начинается, течет кругом. Полет красивый. Стоял красиво, все, но... Не сразу, не долго, наверное... С полчаса больше стоял над домом, я взорвался и стоял над будкой, а потом ушел. Ну, через три дня, короче. На четвертый день пришел. Значит, по гвоздю у тебя остался один? Ну, старый, прямой один. А где, ну, хотя бы дитя покажи. Его? Да. Его нету, детей нету. Нету, да? Да. Было то, что было, я отдал. Их много было. Я пораздавал. Потом одна в прошлом году, одна сам, позапрошлом году вышла, 17-м годом. И в прошлом году она пропала. Была серая, рябокриленькая. Два года уже ничего не давила? Да. Вот в 17-м одно было, одно. Из черной самки, она выходит. А уже в прошлом году ни одного голубенка. Почти, как я. Вот мой. Вот это, ну, наследник. Похож немножко, да? Вот, не-не, на его. На его? Это гвоздецкого. Короче, там уже так получается гвоздецкого. А то, что я говорил, черный давал из кусачковых таких белоголовых. А потом этот черный, из гречаной самки, я на лепеховке, первый, раньше них еще, раньше них дал, из гречаной самки, там была я брал человека, дал, вот точно такая, только сероватая была. Голубка, там она сколько лет, там 2-3 года прожила. Круга, ни одного круга, все время не сделала. Вот смотри, да, ну-ка, держи-ка, я сейчас немножко расскажу за голубей, потому что они меня смотрят и говорят, что такое Николаевский, что такое не Николаевский. Значит, смотрите, ребята, у Николаевских в основном, в основном, вот смотрите, конституция, цвет глаз, цвет глаз. У Николаевских, вот это вот, смотрите, вот, ярко выраженный такой вот цвет, смотрите, если белый глаз, это идет, это уже больше, ближе к Кировоградским. Белый глаз, ну не белый, а светлый, скажем так, светлый глаз, это Кировоградский голуб, а Николаевский шел с таким глазом. Вот, вот это глаз Николаевского голуба. Ярко выраженный клюв у голуба, смотрите, тоже так вот. Ну, тоже же лет 10, наверное. Да, ярко выраженный клюв, хорошо вот развинутые такие нозрии. Почему? Это нозри, не думайте, что это почтальские нозри, это нозри для того, чтобы хорошо дышать и долго летать, понимаете. Если не будет таких хороших, как бы, протоков, то у него и не будет, как бы, если форсунки будут маленькие, то он и не будет долго летать. Ну, вот, как правило, у Николаевских, старониколаевских голубей было века вот приблизительно такого. И даже еще, может быть, краснее, понимаете, еще краснее. Вот это самое, не зрачок, а вот после зрачка пошло. Класс. Уже будем читать его дед Гвоздецкого. И тоже в прошлом году не взял ни одного голубенка. Самка дает, ну, дает, высиживает, получается, там одна наверху самка есть голубая отдал. Курсак получается черноголовый, ну, значит, ее, наверное, курсак все-таки может быть. Ну, не тянет, да, я понял, что она не тянет, да. Курсака вот такая вот. Да, он уже не тянет, ее уже кроет кто-то другой. Да, и кто-то тут другой, это, да. Да, если его, допустим, сажать, то надо в отдельное помещение, понимаешь. И, возможно, отсюда даст. Есть вот такие, это моя выводная, а голубь от этого песчанского, Саши. Тихий такой, как паук. Ну, вот видишь, вот это уже голуба. Уже, это уже, как бы, ну, новоделы, почему-то, потому что, вот видишь, какой-то клювик такой, это голубь? Голубь. Ну, для голуба такой клюв, как бы, ну, не особо. Ну, сильно тихоходный такой вот. Да, да. Вообще, ну, не этот, я более живее. Я понял. Ага, да. Он уже помягче, мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий, да. А ты ему самочку дала, вот такую вот. В прошлом году были голубята серые. А самка у тебя откуда вся? Маят, выводная. Этот, серых сплошных давали в прошлом году. Самка хорошая. Самка хорошая. Есть там новогодние голубята серые. Голубь еще дольше. А в этом году он дела хвостер получил. Ну, ты не думаешь, ты кольцо что-то? Нет. Принципиально не хочу, потому как... Я понял. Я понял, можешь не говорить дальше. Ага, ага. Молодцы. Вот это. Вот это все вот эти. Ну, их много было, я пораздавал. Моих таких было, блин, много. Летящие все. Вот это. Это все по... Ну, а умные тоже уже. Вот это мама. Ну, и вот эта пара, будем сказать так, и вот эта пара... Да, вот это. А, то самка тоже. Вот это тоже самка. Это воды все здесь по одним кровям. Тоже сразу кинул и пошла. Не надо ей долго рассказывать. А откуда они у тебя? Это мои, мои, мои. Ну, мои, мои это понятия. Вот эта самка, уже она у меня давно. Мои это понятия разные. Все равно ты их где-то взял. Ну, мне кажется, у тебя есть только вот... У тебя кто, дочка и сын? У меня? Да. И дочка есть и сын есть. Ага. Ну, это твои. А голуби, а голуби. Где ты голуби брал? Ну, это не твои, мне кажется. Значит... Где ты их брал? Вот корни, корни. Вот у этой самки, так? Ага. Вот у этой самки. Да. Голубь был вот такой, красноябый, гвоздецкого. А, о, вот так и начинает, да. А голубка? А голубка? Григорова. Мента? А голубка... Нет, подожди, стоп. Это уже сейчас. Дай бог памяти. Ментовых, но ваш подарок я беру, как. Подарок ваш. Вот он ментовый, который вы мне подарили. Ну, пара вот этот, дружи, этот трудяги. Неделю назад поймал и копца. Ага. Вот эти два бандита поймали копца. Молодцы. Он сыныть на столчику выглядывает. Так вот, получилось вот эта самка. Сейчас скажу. Вот это, вот это уже от него получилось. Вот это от красноябого. И, 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 какая же у него была самка? Сейчас, сейчас уже так и не вспомню, он не тут был. То есть, красноябый был воздетство. У них одна гречана. А уже потом, вот, от колеты, колеты я брал гречаного. Он был гречаный, четыре в середке. Здесь вот такого плана, только четыре в середке. Чуть-чуть там крыло, ну, чуть-чуть, чуть-чуть разного цвета были. И они дали вот этот, да, сначала вот этот, а это и дочка с тем красивым таким гречаным. И вот, и от этой, это споровано вон всем, тот гречаный. А это споровано вот с этим. Я их проверил. Голуби. Полет красивый. И я их оставил только, они мне плодят, а наверху гоняют. Побили у тебя, что это забили? Белая. Голубая есть. Голубая практически одна самочка, вот эта самочка. Моя вышла моя, по каким я сейчас не могу сказать. Вышли их пара, голуб где-то наверху. Пока набатим. Не, 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 по белым, по белым. Ну, а белый откуда? Ну, хотя бы первого, хотя бы одного, ты знаешь? Откуда у тебя белый появился? Ну, сейчас уже не могу сказать. Белые раньше были у Григоров, потом вот там держал один там сосед возле него такой седой, белый, хороший держал. Ну, я не знаю, там по тем, чем нет, но фактор, что у нас были неплохие в сумме. Белых хороших у меня небогато. Там в Григоровку есть, там штук пять голубов, наверное. Ну, не помнишь, да? Кровя. Кровя, ну, первых не помню уже. Первых не помню, потому что это было давно. Ну, были еще там, которые оставались из будки белые, но они уже все перекрутились. В общем, Тоха, я, наверное, приехал, чтобы забрать у тебя этого голуба. Я у тебя его четыре года назад просил. Ну, забыл. Я однажды к Григорову приехал и взял у него чемпиона такого белого кокарточного. Он мне дал одного. Может, ты этот мне дашь что-нибудь, а? А так, что я помню, сказал, что у меня в восьмом году чемпионка сезона. Да, помню. Вот копия ее, только она была белопростая, а этот получился вот такой. Ну, он по этим, по этим лысым. Да? А ну-ка, дай-ка, я люблю Конституцию смотреть, как Григорова. Давай, подержу. Ага, ага, да. Ну, давай, а ну-ка, дай-ка. Я очень люблю смотреть Конституцию летных голубей. Почему? Потому что это очень ценное качество. Ты понимаешь, когда голубей летных смотришь, на все, понимаешь, на глаз, на века, на голову, на лунные кости. Они вот это, ну, многие не понимают, а я как бы это, а я это все люблю, понимаешь. Это для меня опыт, опыт, понимаешь. Я сравниваю своих с это, и оцениваю. Человек врет, не врет, правильно он говорит, неправильно. А что мне, в принципе, тебе врать, правильно? У него дед, я скажу, или дед, или баба, Курская была. Да? Да. Его мамка, его мамка, уже ей кому-то деда отдал. Она такая была, чуть-чуть по хвосту, как этот, казан по-хвосту, гвоздецкий щука. Как щука была. Так она такая, чип, и ушла. Но она вышла от Курского голуба. И гвоздецкий говорит щука, а величка говорит змея, ты понимаешь. Вот это вот, видишь, вот есть такие термины, такие, знаешь. Ну, он ее называл щука, она такая, чирки пошла. Вот это, по ней я ставил, я одного ставил, голубка одна пропала, залетела. А старая уже она не плодила, и пацан забрал, а дай мне голуба препаровать надо. И чисто препаровать, забрал и все. Ну, она тоже уже не плодила. Но она где-то порядка шестого года была. Ну, я ее люблю. И хорошо. А вот это тоже родители поясы Белопосте из Артемовска привез. А вот она такая вот вырубилась. Тоже долго уговаривать девку не надо. Извини, что я так щупаю, некоторые там говорят, что ты не щупай, думают, что я там что-то сломаю. Да нахуй мне там ломать. А, да, вижу, вижу. Я же догоняю сейчас. А ну, ты у голуба поймал, он сплошный. Ментар. Это ментар. Это ментар. Это сейчас ты их спорвал. Мент, сучонок. В прошлом году поздненько одно вышло, осталось, а одно беленькое. Да, 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 да. Ментар мы всегда видим. Смотри, блядь. А вот это уже, это голубок. Ах, ты же красавица. На год старше от этой пары. Красавица. Ну, она нога не летала. Ну, я вижу, я вижу. Она нога не летала.